как поживаете ничего не жалуюсь как у вас да тоже потихонечку вам привет из петербурга понял что обсуждаете в рулетке и тем что вот буквально на самом деле не знаю зачем я конечно сделал но специально послал украину я на самом деле надеялся наткнуться на адекватных людей а тут мне короче попался мужчина который меня обзывал фашистским гитлер югенсом короче как думать у него есть на это право так говорит сегодня слушать я не знаю я изначально поставил границы что я человек добрый стараюсь как бы сказать общаться о добром мирном никак не касаться политики он начал метам оскорблять ну как бы сказать принижать как бы сказать руководители моей страны и как-то этим моментом цеплять меня снова а вот скажите как бы вы реагировали или чтобы вы делали если бы на вашу ну условно говоря напал китай начали бы бобить вашу территорию уничтожать новую туру уничтожать детей стариков как бы вы себя вели по отношению вот например тем оккупантам которые это делали оккупантам опять же у нас оккупанты у нас весь этот круговорот вокруг оккупантов как бы вы себя вели и как бы вы реагировали ну но связи с чем конечно опять же в следующем почему какая причина в первую очередь должна возникнуть то есть почему китай допустим напал на нас какие причины то есть вы бы у китайцев вы спрашиваете вы знаете я бы хотел не причины вы моих детей убиваете но мне бы хотелось знать почему вы это делаете да вы бы так нет я не я же не буду спрашиваю допустим ну давайте так если украина говорит там то почему допустим россия напала на украину как считает украинцы что вот они на нас напали то есть но русские граждане россии правительство россии всегда объясняет тем что они защищают людей которые находятся допустим в республике днр и они защищают их интересы понял то есть гитлер когда нападал на советский союз он защищал немцев которые проживали дайте я закончу дайте мне хотя бы одну фразу закончить ну вы хотите диалог вести или монолог я же вас слушал правильно так вот когда например гитлер захватывал суде ты он тоже говорил что ущемляются права немцев что советские территории вот в принципе это специальная военная операция которая называлась барбарос и если так говорить вашими вот словами то что вы говорили то оправдать можно любого маньяка любого преступника после по дороге идете вашу жену изнасиловали а вам будут те со стой стороны говорит подождите секундочку давайте разберемся в причинах почему он это сделал зачем вы будете меня сейчас рассказывать что я там изнасиловал и убил вашу жену давайте поговорим о причинах почему этот маньяк решил это сделать но вы же понимаете что то проигрышная оппозиция изначально россия является сегодня страной агрессором оккупантом есть резолюции он есть резолюция он кто называется 3314 о военной агрессии 74 года между прочим и россия на резолюция соглашалась россия признавала украинские территории украинскую границу никаких лнр и днр и скажем так договоров с ними у россии не было в россии были договора и посольство с украиной и когда путину задавали вопрос вы собираетесь после грузии нападать на крым и захватывать он говорил нет у нас таких целей нет мы этого не делать у нас есть признание границ украины а потом взял и сделал поэтому гитлер и путин это между ними может референдума не был по какому закону референдум проводиться должен референдум по национальному признаку был вы когда-нибудь читали именно резолюции или я по-человечески просто вопрос задаю то есть человек который живет своей стране своей республики своей согласен своей республика республика в украине существует республики до в крым являлся частью украины являлся являются республика республика автономная республика это не республика в россии есть республика дагестан это настоящая республика а крым это Это Автономная республика. В этой Автономной республике была конституция. В которой было написано, что Крым подчиняется в первую очередь законом Украинской конституции. Это первый пункт в Автономной республике Крым. Когда проводится референдум, этот референдум должен быть по законам Украины. И голосовать за этот референдум должна была вся Украина, а не только жители Крыма. понимаете хорошо понимаю а если народ украли крыма не согласен что такое народ проведенным дайте мне определение что такой народ крыма вот смотрите вот есть чечня например да в чечне есть своя культура свой язык правильно да это в принципе республика которая имела и имеет право на свое определение вот в крыму проживали коренное население это крымские татары вот они да они как коренной на то еще кто еще кто еще живет и украинцы и русские и венгрии там же большинство 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 она не работает так потому что у русских уже есть такая территория сейчас если официально даже американский как все говорят это конечно частная кафе американская компания даже google показывает что-то часть состава россии google если я напишу у меня показано что часть украины да посмотри вот посмотрите да я прямо смотрел там будет я вот сейчас смотрел я смотрю у меня американский телефон я смотрю какая страна признала какая страна признала крым российским назовите мне страну вот страна он есть 193 страны нет не может быть а это самое вам 193 страны да это какие интересно почитать о 90 это это очень много нас 193 страны а вон именно 282 283 как вот 193 представляют вон на сегодняшний момент африканские страны конечно есть вот 193 страны есть вон конечно актного входит а какие страны в африку уходят скажите мне ну я вас у вас прошу да есть ресурсы есть африканские страны как такие можете мне пояснить назовите мне африканские страны которые вы знаете я вам скажу какие есть вон ну хорошо республика чат есть вон нет вон республика конга допустим конга есть конга смотрите конга возьмите конга конга я вам сейчас просто читаю кто не входит вон чтобы просто знали значит читаю когда понимаешь что они не вытягивают они или переключаются или начинать говорить просто откровенную какую-то ерунду причем он мог сказать я не знаю я не разбирался я не смотрел но все равно будет спорить это не имеет значения про политику будет разговор про музыку про какую-то социологии или еще что-то и вообще все равно они всегда будут врать запису да а вы чем занимать туалет нынечем просто зашел дороге понял что обсуждаете и темы то так смотрю на реакцию людей я обычно новость обсуждаю политику то что в мире как вообще как вы относитесь к диктаторам вообще в целом где-то в каком понятии ну так есть были есть были есть но ваше отношение к диктаторам как такое ну я еще не присутствую как вы уже живете при диктаторе каком путин диктатор а все взяли но есть определение что такое ли кто такой диктатор путин попадает под точно определение диктатора вот он совершает действия которые в принципе вы никаким образом не не можете изменить вот он например захотел войну развязать он развязал войну он никого не спрашивал нужно это не нужно он захотел крым сказать что вот крым наш да в принципе он не имел это право делать он же вас спрашивал присоединять крым к россии или нет или он кого-то спросил это сделать нет кто дает приказы например захватывать части чужих территорий суверенных стран приказа да ну знаете государств есть президенты и связка и приказ каким приказ сделан я зеленский конечно да какой-то казалось дал чтобы что-то кто-то сделал конечно например да конечно зеленский является что главнокомандующим вооруженных сил украины но например по его приказу были освобождены территории украинские например россия говорила что херсон вешала билборды что россия здесь навсегда а потом бежали из херсона путин отдавал приказы чтобы наступали российские войска бежали да крым тоже говорит крым наш а тут бежали почему то бежал через приказ убежал украина это в каком году украинский каком это году не выдерживает не тянешь не тянешь не вытягивай возвращаясь к диктаторам да вот в принципе завтра тебе постучаться в двери и тебе скажут что ты должен идти умирать в украину и ты ничего не сможешь сделать тебе скажут что тебе нужно захватывать чужие территории потому что захотел один какой-то ненормальный дурачок да по фамилии путин который вдруг решил что он имеет право на все в этом мире и ты тоже ничего не сможешь сделать тебя отправят самые горячие точки в украине и на россию никто не нападал в россии есть министерство обороны они министерство нападения а то что совершает сегодня россия на территории северной страны называется нападением агрессивные действия и вот эти агрессивные действия будут начать как это недоразвитый путин я говорю также будет отвечать и население россии такие как ты например потому что вы бездействовали вот опять же недоразвитый всегда повторяет недоразвитый всегда повторяет о чем говорит вот иногда разве тебе будет очень тяжело значит просто и тысяч не украине если вам во первых скажу так ведь не будешь потому что скоро вам когда скоро скоро это когда ну я так думаю года полтора зашла в четырнадцатом году а потом 20 2 а потом не не подожди ты же перебиваешь меня а потом в двадцать втором году и двадцать третьем году я это слышу уже в чат рулетки знаешь сколько мне так еще полгодика еще три месяца еще годик не сна уже полномасштабная полномасштабная война уже идет третий год российские войска ничего сделать не могут потому что слабы и потому что украинские войска дают по зубам так только пятки сверкают когда убегают а еще одна такая вещь которая вас ожидает российскую федерацию это будущем распад когда российская федерация советский союз будет распадаться никто не вспомнит ее хорошим словом все буду говорить вот распадается гадина вот пусть и распадается а ведь был момент у россии когда в принципе россия могла стать и на те же грабли на которые поставил россию путин и вся эта бригада воровская а на цивилизационный путь эволюции и вот это единственный правильный путь но россия опять не захотел это сделать а вернуться на те же грабли как советский союз российская империя и так далее но в принципе будущее вас ожидает не хорошее то слушай мешки и кота не ворочатся ты сидишь там ты знаешь что тебя не ругайся матом я не могу но я понимаю ты из россии это же россия а если россия то только матом говорит да конечно особенно какую как он послушал и сидишь тут не украина откуда ты знаешь где нахожусь во первых во первых я знаю где зачем мне это говорить видишь истерический смех это позиция если ты был бы адекватный нормальный человек славянск конечно ты есть адекватный человек тебе лет тридцать пять если я не ошибаюсь это под 40 родился там где ты такие вещи вещи ты даешь людей для чего ты это вот я не понимаю я не могу вообще если ты послушаешь тебе объясню я считаю что сегодня мы живем это момент x и в этот момент x каждый человек должен четко обозначать свою позицию сегодня нет серого сегодня из белая или черная ложь или правда и вот российская медерация ведется ведет агрессивные действия именно агрессивные военные действия на территории суверенной страны и об этом даже сегодня все и если будет на территории да я закончу и если бы на территории россии изначально российское население вышло против этого всего безумия который устроила группа людей которые группировала власть диктатор и его окружении то может и проблемы такой большой сегодня не было бы но вы же хотите показать всему миру что вы великие что вы что-то из себя представляете а то что вы совершаете по сути лишь показывает насколько вы ущербный насколько вы ничего не способны делать в этом мире кроме как воевать захватывать территории и кричать о том что какие вы велики еще с сигаретой в зубах с матом и из бутылкой водки вот это в принципе сегодняшняя россия вот как ты думаешь другие люди которые живут в других странах сегодня тоже молчат потому что почему сегодня ни одна страна не признает крым российский да не обосрались все прибавилось как эти ублюдки матом ругаешься чего ты матом ругаешься что не может послушать расскажу никто никому никогда все живем в наших россии ездать я скажу в россии никто никогда об этом не думал и украина него о чем не думал о о чем не думал о жизни мы думаем пуска прожить как ручка коррекции нет ни украина не в латвии никого не нужно было это право и все правильно говоришь никому это не нужно было в 21 веке этого не должно происходить но недоразвитые мира сего напали на суверенную страну этим самым нарушив все договора опять не не справляешь я же тебя же выслушиваю правильно блок шариков нужно ловить руками руками блокной так вот тогда российская федерация совершила свои агрессивные действия на территории суверенной страны с этого момента вот этого момента все что ты говорил там все живут все должны заботиться про своей жизни вот в этот момент это все заканчивается сегодня каждый человек на планете земля должен выступать с суждением россии должны заявляться о том что то что совершает россия как бомбили ахмадет вот буквально недавно погибли дети погибли люди это что вообще за действие я тебе больше скажу что то что сейчас белка это последствия этих действий сегодня все жертвы есть конечно конечно все что сегодня совершается все что сегодня решает и учу опять ты видишь вот и вот и не справляешься слабенькая позиция слабенькая позиция не справляешься ты а знаешь почему правда правда именно режет мой слух это очень хорошо тебе каждый человек это говорится и каждый человек должен выходить от рулетку и вот с тобой общаться и мы говорим что вы ставьте и говорите я поймать и над ней я это знаю я понимаю но так друзья понимаете полезно в конце они изначально пытаются показаться людьми но все равно вот это вот не люди она выходит на какой-то момент почему потому что они хотят чтобы все что они делали это на это все закрывали глаза а люди которые живут вообще в третьих странах чтобы это вообще не говорили чтобы россия могла делать все что она хочет чтобы россия могла уничтожать больницы украинские города сел и инфраструктуру уничтожать людей заниматься грабежом и так далее но я призываю наоборот тому чтобы об этом говорилось как можно больше и чтоб каждый человек возвращал их в ту реальность который сегодня в принципе и находится как россия так и весь остальной мир а реальность такова что россия является сегодня агрессором оккупантом и она должна ответить за все злодеяния которые она совершала и продолжает совершать как то так друзья напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу я вам как всегда всем желаю добра любви счастья благополучия понимания скорейшей победы и мира и мы с вами скоро увидимся пока